Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с героями скандинавских саг. Фрейер, господин, бог плодородия, обеспечивающий солнечный свет, дождь, обидный урожай, мир, сын бога моря и ветра Нью-Йорда и брат-близнец богини плодородия, любви и красоты Фреи. Фрейер вместе с Одином и Тором стояли во главе патриархальной общины богов, поскольку после примирения уаннов с асами, молодым поколением богов уанны Фрейер, Нью-Йорда и Фрея в качестве заложников мира переселились в Асгард. Фрейер был владельцем чудесного вепря Гуленбурсти и чудесного корабля Скитбладнир, сделанный из дощечек, вмещающего любое количество воинов. Миф о Фрейере основан на истории его женибе на Герде, дочери морского великана Гюмира. Фрейер, ласковый бог лета, издали увидев лучезарную великаншу Герду, полюбил ее с первого взгляда, не зная, как добиться расположения девушки заболел. Нью-Йорда, узнав о сердечных страданиях юноши, отправил верного слугу Скирнира, сияющего в страну великана, пообещав ему волшебного коня и меч. В дар невесте Скирнир вез молодельные яблоки, умножающие богатство кольцо Дараупнир и сверкающий портрет Фрейера на роге, наполненном медом. Ему было велено без Герды в Асгард не возвращаться. Добравшись до чертогов Гюмира, Скирнир пытался уговорить Герду ответить на любовь Фрейера в обмен на 11 яблоков вечной молодости. Когда девушка отвергла подарок и не пристилась волшебным кольцом Одина, Скирнир пообещал отрубить ей голову, но угроза не подействовала на Герду. Тогда посланец посудил наложить на нее заклятие уродства и вечного изгнания. И это решило дело. Герда согласилась встретиться с Фрейниром. Через 9 дней, оказавшись рядом с пылавшим страстью богом, ледяное сердце неприступной красавицы Герды оттаяло. Фрейер обрел свое счастье, правда это стоило ему коня и меча, подаренных Скирниру. Хотя волшебный клинок, символ солнечного луча, способный самостоятельно рубить голову великанам, мог бы сослужить ему добрую службу в день последней битвы богов Рагнарек. Ну вот так вкратце о скандинавских сагах. Сага о Фрейре, скандинавской мифологии бог плодородия. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания.